Поколение защитников Отечества В Москве прошла встреча представителей военных династий На второй международной педагогической конференции Встретились преподаватели из разных стран мира Благо своими руками Первый Всероссийский благотворительный фестиваль Прошел в Парке искусств Музеон А теперь подробнее об этих и других новостях Торжественная встреча поколений защитников Отечества Прошла в Театре Российской Армии На сцене чествовали ветеранов боевых действий Героев Советского Союза, России И представителей военных династий На мероприятии побывала и наша съемочная группа Встреча поколений защитников Отечества Уже не первый год объединяет действующих военнослужащих Офицеров в отставке, курсантов И учащихся кадетских классов В этом году она состоялась в 16-й раз Перед началом мероприятия были проведены Мемориально-патронатные мероприятия Павшим защитникам Отечества Цветы возложили к памятникам Генералиссимусу Александру Суворову Воинам-десантникам и воинам-подводникам У Центрального музея вооруженных сил России Одним из почетных гостей встречи Был ветеран Великой Отечественной войны Военный разведчик Иван Петрович Лыткин Я принадлежу тому поколению советской молодежи Которая свое совершеннолетие отмечала в окопах А первые в своей жизни цветы мы брали в руки для того Чтобы положить на могилы погибших товарищей Кровью и смертью встретила нас жизнь На наши юношеские плечи легли не только погоны Но и судьба нашей Родины И нам судьбу России доверяли И кажется, что мы не подвели В Театре Российской Армии честовали всех Кто посвятил жизнь служению Родине В том числе и тех воинов Которые были награждены в годы Великой Отечественной войны Орденами и медалями Но так и не получили их Организаторами встречи поколений выступили Московский Дом ветеранов, воин и вооруженных сил При поддержке правительства Москвы и Министерства обороны России И Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Открыл торжественную встречу председатель Совета Московского Дома ветеранов Генерал-лейтенант Виктор Степанов Он отметил, что в зале 650 ребят Среди которых школьники, кадеты, воспитанники военных училищ Праздновать День Защитника Отечества важно, чтобы продолжать память о Великой Отечественной войне О тех людях, что опали на ней Как о военных, что защищали нашу страну Так и о мирных жителях, чьей жизни изувечила война Среди почетных гостей и торжественной встречи поколений Вместе со своей семьей присутствовал и основатель военной династии Герой России, заслуженный летчик-испытатель Александр Крутов Посвятивший свою жизнь авиации Он первым осуществил посадку самолета Су-25 УТГ На палубу отечественного авианосца адмирал Кузнецов После увольнения с военной службы Четверть века занимался испытательной работой в Летно-исследовательском институте Будучи летчиками-испытателями гражданскими Мы всю жизнь испытываем, в том числе и военные самолеты Для защиты нашей Родины Я всех поздравляю с наступающим праздником Днем Защитника Отечества Наше дело правое, победа будет за нами Моя супруга Евгения, она тоже дочка летчика Теперь она жена летчика Моя дочка Кристина, она тоже хочет связать свою жизнь с авиацией Уже полетала и на самолете, и посмотрела небо Ну и в принципе, да, традиции авиационные в нашей семье Это важные традиции, главное Но отживем всей авиации И советуемся, авиационные праздники празднуем все вместе Все мужчины военной династии Фейдинах посвятили себя ратному делу Прапрадед Григорий Фейдин, герой Первой мировой войны Старший унтер-офицер, полный георгиевский кавалер Награжден четырьмя георгиевскими крестами за мужество и героизм Дед Николай Фейдин, полковник, прошел путь от матроса до полковника Начальника кадрового органа морской авиации ВМФ Главным был, наверное, мой выбор Конечно, продолжение славной военной традиции Потому что все мужчины нашего рода Они были работниками ратного труда То есть защитниками нашего отечества Я сам вырос в военном гарнизоне Дружил с матросами, дружил с курсантами военных училищ Видел все это, видел самолеты, видел подводные лодки Которые тянули по нашему Кольскому заливу Вырос я на крайнем севере Недалеко от города Североморска И жил постоянно с военными Моя семья военные были Родоначальник вообще нашей военной традиции Это мой отец Федин Николай Васильевич Который от рядового матроса прошел путь до полковника морской авиации Нашу династию продолжает мой сын Игорь Федин Суворовец 7-й роты легендарного Московского Суворовского военного училища Я хочу стать летчиком и продолжить свою династию, которой уже давно горжусь Мечтаю стать военным и поступить в училище Закончив его и закончив академию И в дальнейшем служить своей родине Продолжением встречи стал праздничный концерт Прославленного академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова В завершении мероприятия был исполнен торжественный марш Прощание славянки Любовь Курьянова специально для телеканала «Русский мир» Накануне в Москве завершила свою работу Вторая международная педагогическая конференция «Открытая школа в глобальном мире» Ценности, которые нас объединяют В ней приняли участие более 350 человек Спикерами выступили известные эксперты в сфере образования из восьми стран В том числе из России, Германии, Швейцарии, Бразилии и Турции Подробнее далее Спикеры поделились своими образовательными методиками и подходами Проверенными на практике Также состоялась презентация новейших разработок от популярных производителей инновационных образовательных решений С приветственным словом к участникам мероприятия Обратились Ирина Рублева, основатель и директор школы НИКО И Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди» Во время конференции речь также шла о задачах, которые стоят сегодня перед научным миром Те возможности, которые сейчас стоят перед современной наукой Их невозможно достичь только в рамках научных институтов Важна совместная деятельность и преподавателей университетов, и научных сотрудников Здесь, в Московском университете, в частности, мы реализуем программу совместных рабораторий Мы реализуем программу консорциев «Бернанский» Которая направлена на совместные исследования в рамках вузов и институтов РАН Директор всемирных школ IB в Швейцарии и Нидерландах Адриан Кирни Познакомил участников конференции с историей IB и рассказал о золотых стандартах обучения С докладом об инклюзивном образовании в итальянских школах выступил профессор Джузеппе Ле Порто А кандидат педагогических наук, проректор МГПУ Кирилл Баранников Рассказал, какие трансформации происходят сегодня в школьном образовании Мы даем возможность детям раскрыться, быть всегда рядом, встать на их сторону Поддержать в любом его начинании выборе того или иного предмета и доп. образования Рост нашей профессии, конечно, зависит от таких встреч интересных И для дальнейшего, я думаю, что это пригодится в моей работе Помимо профессиональных лекций, гостей и участников мероприятия ждали дискуссии и обучающие мастер-классы На которых произошло знакомство с известными практиками ускоренного обучения и функциональной грамотностью Столкнулись с такой ситуацией, что педагоги заинтересовались в топ-мошен-анимации покадровой А программы для того, чтобы с детьми работать, нет То есть они снимают с детьми, несут домой, сами монтируют, потом приносят Но это, в общем, не то же самое, что дети сделали сами от начала до конца И так родилась идея создать оборудование, создать программное обеспечение В котором маленькие детки изначально разрабатывалось для дошкольников Более полутора тысяч детских садов уже в России оборудовано Сиреневыми студиями у нас большое сообщество сиреневых педагогов Среди выступающих также были Бергит Шефлер, представитель организации ZFA Центральное управление школьных учреждений за рубежом София Ланфранкони, член правления Международной ассоциации школ в Швейцарии И другие эксперты Они обсудили, в частности, значение международного сотрудничества для учебных заведений И влияние геополитики на педагогическое сообщество Важной частью конференции стал обменно работанным опытом и новыми идеями Евгения Фахурдинова, Равид Гор, специально для телерадиокомпании «Русский мир» В столичном парке искусств Музеон состоялся первый всероссийский благотворительный фестиваль Под названием «Благо своими руками» Организации волонтеров, военнослужащие и сотни неравнодушных людей собрались вместе Чтобы обменяться опытом и отправить письма на фронт Подробнее в репортаже Татьяны Орловой В феврале исполнился год с начала специальной военной операции на территории Украины С первых дней во всех регионах России начали формироваться волонтерские группы из простых людей Оказывающих поддержку беженцам, госпиталям и больницам, российским военнослужащим И чтобы объем помощи всем сопричастным к СВО увеличивался Был организован фестиваль «Благо своими руками» Участие в нем приняли добровольцы, волонтеры, благотворители и все те, кто готов оказать содействие в приобретении расходных материалов для работы площадок Все средства, собранные во время фестиваля и вся продукция, изготовленная его участниками, будут направлены в зону проведения СВО Я хочу сказать большое спасибо всем В первую очередь я хочу сказать большое спасибо тому человеку, который это придумал Это Марии Сергеевой, это волонтерская группа «Благо З» Это команда Петра Толстого, которая нас поддерживает Это, конечно же, Министерство обороны Российской Федерации, которые включились в один из самых последних моментов, но они помогли Это администрация и мэрия города Москвы Это все волонтерские организации И отдельное, я хотел бы сказать большое спасибо Это молодогвардейцам городского регионального отделения молодогвардии «Единая Россия» города Москвы На первом фестивале волонтеров «Благо своими руками» было представлено множество площадок Каждая из которых отражала происходящее в зоне СВО Здесь можно было увидеть предметы, применяемые в бою, а также военную экипировку, специальную форму, каски, бронежилеты и маскировочные костюмы А добровольческие объединения со всей страны рассказали о своей благотворительной деятельности и провели мастер-классы На фестивале все желающие смогли написать теплые пожелания для наших бойцов и отправить письма на фронт Кто восставая против злобы, кто ненавидит чью-то ложь, тебя тревожит плач ребенка, и чья-то боль тебе близка, и то, что в мире есть потемки, и что живающая война Ах, сердце, сердце, мне с тобой, покоя не было и нет, но равнодушный, что я стою, кому он нужен, густоцвет На фестивале можно было услышать исполнение военно-музыкальных групп, чьи песни, пропитанные теплом и любовью к родине, создавались на поле боя Все вместе мы дадим отпор врагам, Россию матушку не победить Засемно русскую под ними мрать, исполним предковных пророчествах Могучей силой будем мы стоять, за наше славное отечество В фонде «Русский мир» открылась выставка «Национальный костюм в фольклоре народов России», организованная по результатам одноименного международного конкурса детского рисунка О проекте регионального общественного движения «Синергия талантов» наш следующий сюжет Изначально эта экспозиция была показана в здании Госдумы России Выставка посвящена Году народного творчества и культурного наследия в Содружестве независимых государств Среди авторов картин юные художники, дети российских соотечественников, проживающих в Казахстане, Хорватии, Монголии, Белоруссии, Эстонии, Нидерландах, Японии, Сирии, Израиле и других странах Также в стенах фонда «Русский мир» представлена серия фоторабот театра костюма и пластики В котором показали, как калмыцкий национальный костюм использовался в реальной жизни По нашей уже сложившейся традиции мы передаем выставку фонд «Русский мир» Именно уже приуроченную к национальным праздникам весенним Так как дети изобразили не только национальные костюмы в фольклоре народов России Но еще и в тех весенних праздниках, которые мы празднуем весной Празднуют весной разные национальности Координационный совет организации российских соотечественников в Хорватии При поддержке комитета Госдумы по делам СНГ Всемирного координационного совета российских соотечественников А также регионального общественного движения «Синергия талантов» По результатам конкурса отобрал лучшие творческие работы детей российских соотечественников Проживающих за рубежом Ребята, учащиеся русских школ зарубежья, изо-студий и центров дополнительного образования Создали творческие работы с элементами декора, тканей, меха и других материалов Благодаря информационной поддержке фонда «Русский мир» Проекты «Синергия талантов», которые она реализует совместно с российскими соотечественниками Проживающих за рубежом Формируется большой охват детей И расширяется масштаб территориальный И в этом году в различных конкурсах и мероприятиях уже принимает 100 стран мира И один из форумов, который мы также планируем проводить совместно с фондом «Русский мир» Это вспоминая ту войну совместно с Ксорсом также и Ордании Выставка «Национальный костюм фольклори народов России» Будет представлена в стенах фонда «Русский мир» в течение месяца После чего ее перевезут в Сербию Следующая выставка будет приурочена ко дню космонавтики На этом наш выпуск завершен Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья Будем рады вашим материалам с места события Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего доброго и до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok